Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Эйфория по поводу удачного соглашения ОПЕК и стран, не входящих в нефтяной картель по сокращению добычи нефти, закончилась. В среду цены на черное золото и вовсе торговались под давлением на фоне укрепления американского доллара после ястребиных комментариев о трехкратном повышении процентной ставки в 2017 году. Однако сегодня котировки сырья вновь обрели силу. Так, нефть марки Brent сегодня торгуется по 54,05 доллара за баррель, оторвавшись от минимума ниже отметки 53,50 доллара. Североморский эталон получил стимул после объявления Кувейта о том, что он превысил сокращение поставок углеводорода. Аналитики отметили тот факт, что цены на нефть взлетели до максимумов после того, как страны, не входящие в ОПЕК, изъявили желание принять участие в сокращении добычи сырья. Стоит отметить, что нефть марки WTI также обрела уверенность. В свою очередь, США демонстрируют сокращение запасов, что указывает на улучшение состояния нефтяного рынка. Так, согласно отчету, подготовленному Международным энергетическим агентством за неделю, запасы углеводорода сократились на 2,563,000 баррелей после предыдущего сокращения на 2,389,000. Нефть марки WTI поднялась выше уровня 51 доллара за баррель, однако движение было скорректировано. Исландцевая нефть торгуется по 50,70 доллара. Рынок сегодня ожидает публикацию от Baker Hughes по буровой активности в США, которая может и вовсе подавить североамериканскую нефть. Аналитики отмечают, что доллар США пока будет господствовать на валютном рынке, а это, в свою очередь, приведет к большему падению нефтяных котировок.